Христос воскрес Дорогой дальней утомленный В тени от зноя отдыхал И вдруг в распахнутую дверь Заходит женщина рыдая В руках своих сосуд сжимая Склонилась позади Христа Свой тяжкий грех осознавая И не посмев открыть уста А слезы текут ручьем по щекам Губы припали к Божьим ногам Она грешница, все глядят с упреком Он бы знал о том, если б был пророком Но Христос сказал, я об этом знаю Я простил ее, она святая Но Христос сказал, я об этом знаю Я простил ее, она святая Пусть видят все, кто видеть мог Она в безмолвии рыдает И волосами утирает потоки слез христовых ног И дорогой разбив сосуд Елей прекрасный выливает Святые ноги омывает Под ропот многих голосов Тому, кто вскоре пострадает Во искупление грехов А слезы текут ручьем по щекам Губы припали к Божьим ногам Она грешница, все глядят с упреком Он бы знал о том, если б был пророком Но Христос сказал, я об этом знаю Я простил ее, она святая Но Христос сказал, я об этом знаю Я простил ее, она святая Мой друг, стоящий в стороне Услышь призыв Иисуса нежный Признайся, ты тоже грешный И даришь душу сатане И не стыдись того, что круг Твоих друзей тебя осудит Скажи им, что их тоже любит Великий милующий Бог Тот, кто душой его возлюбит Не будет в жизни одинок Пусть слезы текут ручьем по щекам Сердце склони к Господним ногам Бог велик в любви Не такой, как люди Он простит твой грех Вспоминать не будет И не важно, что говорят другие Ты приди к Нему, как пришла Мария И не важно, что говорят другие Ты приди к Нему, как пришла Мария Аминь Притчу вам еще расскажу Но эта притча, она не касается Ну мало ли, может есть Тут людей немного У которых были пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра Бабушки У нас есть Это методом эволюции Дошли до того, что мы имеем Спутники летают Цифровая техника и так далее А если есть таковые, то что, рекомендовал бы не слушать мою болтовню, затыкать уши наушниками, если есть Или же помечтать о чем-то более возвышенном, не спускаться с высоты своих светлых радужных мыслей Убедительная просьба, я знаю, что у таковых, как правило, есть более светлые и перспективные идеи Итак, однажды Орленок маленьким попал в курятник, он там жил и, глядя на жителей курятника, думал, тоже я такой Смотрит на уток, как они в грязной луже купаются, кувыркаются, барахтаются, весело им там вроде бы как Попробовал, что-то не понравилось, смотрит на гусей Как они нападают устрашающе, шипят, грозно так шею вытягивают, запуивают Попробовал, да не, что-то не то Смотрит на петуха, как он за курями бегает А бывает, куры за петухом бегают А бывает, петухи за петухами и куры за курями бегают Да не, что-то не то Смотрит на индюка, как он цепь золотую надел, надулся весь, влажный ходит такой, подбородок второй отъел Да не, что-то не мое, а кто же я такой, думал Орленок И однажды над курятником Орел пролетал, и он кричит Орленку Эй, что ты там делаешь, взлетай Не смотри на ненавидящих, не смотри на равнодушных, на их каменные лица Не смотри на насмешников Смеяться будет тот, кто будет смеяться последним Рожденные ползать, они все равно летать не будут Не смотри на них, смотри на меня, я победил их не насмешки Когда ты взлетишь и преодолеешь земное притяжение Они тебе с завистью вслед смотреть будут Вот тогда и посмеемся Они подобны тому кроту, который вылазит на солнце и богохульствует за то, что Бог не дал ему зрения Или, как некто бросает камень в небо, да небо не дометнет Однако же бросил, согрешил Камень этот разобьет ему же голову Или еще Бежала однажды лисица, видит виноград и такая Ох, какой красивый, ну, да должно быть очень вкусный А высоковато, прыгала-прыгала, не допрыгнет Прыгала-прыгала, не допрыгнет Прыгала-прыгала Ой, говорит, нет ни одной зрелой ягодки А, да это и не виноград вовсе Вот так само люди, которые не дотянулись и не вкусили благость Божию Они подобны вот этим вот, слепые Вожди слепых Они же других людей тоже убеждают, что Они порой так и говорят, открытым текстом Смысл нашей этой жизни Да вот, пожалуйста, бери от этой жизни все, что можешь Вот это и весь смысл Хватай все, что хватается, не упусти свой шанс Истину они извращают, над всем добрым глумятся Если они даже в церковь приходят, они там обречены быть разочарованными Почему? Да потому, что если бы они искали бы Бога от всего сердца Они бы Бога и нашли бы Но они, как правило, ищут что-то свое И рано или поздно разбиваются в своих исканиях Но даже если здесь есть некто, кто столкнулся с лицемерием среди христиан Которого тоже очень много Наверное, самое распространенное Это когда наживаются друг на друге Там попридумывали какие-то обряды Там тарифы, таксы на эти обряды Еще там много разных глупостей И если человек не увидел ничего настоящего То сегодня Господь хочет постучаться в твое сердце еще раз Да, если кто-то думает, что мне что-то надо От вас материальное То ничего не надо Господь позаботился Хотя есть люди, бывают, искренне пытаются благословить Но я не нуждаюсь Как бы, есть у меня все, что необходимо Работа, все необходимое Есть, конечно, и такие, которые думают Ага, да, да Сейчас, она ему рубчик, я ему рубчик Тот ему рубчик Ему работать не надо Будет рассказывать тут о жизни, о высоких материях Там рассказывать будет Таковы хотелось бы охладить, я же говорю, что буйное воображение Вот Бог позаботился Все необходимое у меня есть Если я в чем-то нуждаюсь То это в ваших молитвах, в ваших благословениях История одна Это моего друга, искушая его знакомый, говорит Так подковырнуть решил Ну, а представь такую картину Мы умрем, раз, а там нету никакого Бога А ты вот это мне наворачиваешь Покайся, это грех, покайся Себе бегуди накрутил Смиряешься, что-то себе запрещаешь Отказываешь в чем-то Смотри, сколько людей умирает Я буду в раю, на небесах вместе с Богом А ты будешь с дьяволом вместе в аду И в чем разница между нами Ты живешь, я живу У тебя семья, у меня семья Ты работаешь, я работаю В чем разница Только лишь в том Листовочку могу дать подарить Дай Это была себе ступень Кому дать, подарить Кому дать, подарить листовочку Кому дать, подарить Кому дать, подарить Разница, да, в том, что Ну, ты себе позволяешь Какие-то глупости, мерзости Ну, я не знаю Я себе раньше много чего позволял Там, обокрась кого-то там Нахамить там Ну, еще вот горят Риск, благородное дело Ну, а вдруг там ничего нету Может, стоит рискнуть все-таки И я думаю, что найдется много таких Которые скажут Так держать Вот, вот, уважаю Давай с тобой на брудершафт Дернем Обязательно рискни Ну, а вдруг там ничего нету Своей дешевой шкурой Рискни Ну, не знаю Может, тут все добрые люди Как бы этот Я так в общем говорю Что, может, своим друзьям расскажете Примеры Ну, а вдруг там ничего нету Еще притча Царство Царство Божье Подобно зерну горчицы Которое человек взял Посадил В своем огороде Когда сеялось Было меньше всех злаково Когда выросло Стало подобно дереву И птицы укрывались В ветвях его Вот, где-то или в армии Или в тюрьме Где-то мне приходилось Есть горчицу Так она была приготовлена так Что бывает Трава в поле вкуснее И шо, да Вот если Царство Божье Проповедуется Неумело Без огня в глазах Без любви к людям Оно так и воспринимается Как некая Безвкусица И, к сожалению, да Христиане часто Дают повод думать Что христианство Это скучный Унылый сериал Мрачный для бабушек Вот им Уже в жизни ничего не осталось Это для них Есть другие крайности Есть такие больные Святым смехом Но им сильно смешно С Богом У них так получается Есть другие крайности Но если Царство Божье Проповедуется в Духе Истины То оно имеет свою остроту Свой неповторимый вкус И вот это малое Что человек может услышать Тут за какие-то минуты Если оно падает Глубоко в сердце человека То оно Вырастет в большое дерево веры А вот эти птицы Которые укрываются в ветвях Можно сравнить Ну, вот сегодня Люди, которые никогда В тюрьме не сидели Старший возраст Там порой Бывает подходят Интересуются о чем-то Совета спрашивают Говорят Помолись за меня там Помолись за кого-то Еще из близких Раньше Бычки ходил Собирал И не то, что там Только в тюрьме А и на свободе И не каждому Расскажешь Как дьявол Издевался над душой Но Вот когда Господь Приходит в жизнь Человека Он ее Наполняет Смыслом Я раньше жил Я не знал Зачем я живу Я жил Потому что Вот он Я есть Пожалуйста И надо как-то Определяться В жизни Знаете Я тоже Как тот орленок Тыкался Мыкался Там себя пробовал Там себя пробовал Но я сейчас понимаю Что если во всех Этих стаях Нету Бога Все это В одно место Приведет И не важно Эта обезьяна Опустилась На уровень Бомжа Либо же Это Интеллигентная Обезьяна Я вам скажу Что Бог Он вообще Там не будет Спрашивать А у тебя Высшее образование Ну давай Заходи Будем дружить С тобой А ты Бомж Так пошел Отсюда Вообще Не так И даже Бомжам Наверное Может даже Больше Есть преимущества Вот тот Бомж Может в последний Момент Скажет Господи Прости меня Засранца Этакого И ему Еще может Оказаться Есть надежда А таким Высокомерным Гордецам Им порой Даже к Богу Тяжелее Прийти Они же Без Бога Могут Кое-чего В жизни В этой Они думают Что в этой жизни Все решают Наличие Наличие денег Есть деньги Ты на коне Нет денег Ты в грязи Но и у них Господь Бывает Выбивает Это основание Из-под ног И они Приходят Если у них Хоть чуть-чуть Смысла Есть в голове Когда Трудности Начинаются Бывает Дети Начинают Болеть Еще Какие-то Потрясения В жизни Задумываются И приходят И они Тоже Но Труднее Господь Не напрасно Сказал Трудно Богатому Войти В Царство Божье Простые Люди Как-то Они больше Как бы Открыты Им Больше Ближе К ним Тяготы Вот Эти Житейские Простые Такие Вот Еще Бывает Человек Говорит А Куда Что Это Бог Смотрит Вот Посмотри Что Творится Как Он Допускает Это Все Ну Знаете Я вам Скажу Что Такие Вопросы Перед Богом Там Уже Никто Не будет Задавать Там Будет Все Ясно И Понятно Настолько Что Будет Нелепо Такие Вопросы Задавать Там Будет Все Как Открыто Если Человек Эти Вопросы Будет Если Я вам Скажу Что На Всякий Здравый Разумный Вопрос У Бога Есть Здравый Разумный Ответ Конечно Каждая Ситуация Индивидуальная Но Если В общем Я Так Скажу Вот Есть Хотя Один Который Хотел Быть Роботом Я Еще Ни Одного Не Встречал Который Сказал Я Хотел Быть Роботом И Бог Сотворил Нас Свободной Волей Что Ты Сегодня Выберешь Выберешь Жить По Волчьим Законам Но Это Твой Выбор И Неужели Бог Будет Несправедлив Если Он Поместит Тебя Вместе С такими Жи Как И Ты И Вы Там Всю Вечность Будете Друг Друг Грызть Уничтожать А Тех Людей Которые Хотят Жить По Совести Знаете Которые Не Разменивают Свою Совесть И Отделить И Поместить В Лучшее Место Я Думаю Очень Справедливо Листовку Вам Дать Дать Подарить Не Все Счастливо Я Предлагал Я Думаю Что Очень Даже Справедливо Будет То Если Человек Выбирает Закон Божий Очень Справедливо Ему Отделить Его Если Он Сегодня Уже Знаете Чем Гуще Тьма Чем Мрачнее Тьма Тем Ярче Свет Я Скажу Что И Свет Во Тьме Свет И Тьма Не Объяла Его То Есть Не Напрасно Жертва Иисуса Христа А Хорошего Его Немного Знаете Как Вот Ну Чего Больше И Что Дороже Вот Допустим Сколько В этом Мире Железа Сколько В этом Мире Меди Сколько В этом Мире Серебра Сколько В этом Мире Золота Чего Больше И Что Дороже Так Вот И Перед Богом Знаете Чем Человек Искреннее Чем Человек Ну Старается Со Своей Совестью Быть В Гармонии Тем Он И Будет Ближе С Богом И Он Будет Радоваться Уже И Здесь Даже Потому Что Бог Он Он Не Скупой Бог Конечно Многие Люди Хотят Такого Карманного Бога Чтоб Бог У них Был На Побегушках По Щучьему Велению Да По Моему Хотенью Но Так Не Будет Нас Господь Он Знаете Не Этот Не Марионетка Никто Не Сможет Им Манипулировать Он 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 Действительно Он Желает Людям Добра И Он Предлагает Людям Счастье Он Предлагает Людям Вот Я Скажу Что Я В тюрьме Стал Счастливым Когда Второй Раз Сидел Под Конец Срока Хотя Я Уже Верующим Несколько Лет Был Меня Господь Сильно Посетил Я Получил Свободу Находясь Еще Там Мне Где-то Месяцев Девять Оставалось Сидеть Из Семи Лет И Вот Господь Я Стал Свободным Там Я Понял Что Можно Быть Здесь На Свободе Несчастным Жить Жалко Ничтожной Жизнью Быть Глубоко Несчастным Человеком И Несвободным Каким Я Был По Сути И В тюрьме Можно Быть Счастливым Вот Что Это Такое Счастье Это Просто Слово Которое Есть В нашем Лексиконе Или Это Что Реально То Что Можно Переживать Вот Посмотришь Порой Иной Человек Мизер Какой-то Имеет Достатком Даже Не Назовешь И Он Спокойно Себе Живет И И Порой Последним Поделится И своим Доброжелательством Своим Позитивом Он Как Б Говорит Что Не Все Так Плохо Не Все Еще Не Все Потеряно Как Некоторые Сгущают Краски Другой Смотришь В разы Больше Имеет Порой В десятки Раз Больше Имеет Он Постоян Ничем Ничем Недовольный Постоянно Ропщет Всех Проклинает Все Плохие Все Плохо Вокруг Вот Отчего Это Зависит Я Скажу Что Только Бог Может Дать Этот Мир В Сердце Человеку И Сделать Его Реально Счастливым И Господь Сегодня Предлагает Я тебе Человек Я тебе Хочу Дать Жизнь Жизнь С Избытком Это Как С Избытком Да Вот Людей Сразу Там Материальное Что-то Рисуется Ну Господь Заботится Чтобы Материальное Было Необходимое Но Прихоти Он Не будет Человека Исполнять А С избытком Это Когда У тебя Есть Вот Это Богатство Духовное Да И Материальным Порой Поделишься Знаете Как Ну Хотя Я Не Стремлюсь Много Приобретать Но Вот Этим Богатством Духовным То Ты Поделишься А Мы Так Или Иначе Чем-то Делимся Со Своими Ближними И Ты Этого Уже В себе Держать Не Сможешь Когда Человек Наполненный Как Вот Есть Такие Песни Слова Такие Мы Желаем Счастья Вам И Оно Должно Быть Таким Когда Ты Счастлив Сам Счастьем Поделись С Другим А Как Это Легко Ли Поделиться Счастьем Ну Если Ты Наполненный То Легко Как Дышишь А Если Если Допустим Человек Насмотрелся Сериалом Наплакался Там Вместе С Богатыми Мыльных Оперых Вот Этих Там Полностью Там Живет Ихними Завистями Ихними Интригами Сплетнями По Телевизору По Интернету Там Всяких Смешилок Страшилок Там Всяких Насмотрелся Наслушался Вот Чем Он Поделится Со Своим Ближним Как Написано От Избытка Сердца Говорят Уста Человека Вот Этим Негативом Он И Поделится Он Чем То Что Он Туда Положил А Чтоб Поделиться Счастьем Его Надо Собирать По Крупице И Хранить Как Сокровище Чтобы Дьявол Не Обокрал Как Обокрал Адама С Евой Вот Смотрите Как Дьявол Представляет Картины Да Ты Посмотри На Этих Верующих Да Им Ничего Нельзя Вот Это Вот Это Вот Это Пятое Десятое Да Им Ничего Нельзя Жить Тогда Зачем Это Подобным Образом Змей Подходит К Еве В саду Эдемском И Говорит Подлинно Ли Сказал Бог Не Ешьте Ни От Какого Дерева В Раю Но Если Бог Такое Сказал То В Какой Степени Можно Было Понять Адам И Ева Ходили По Раю Голодные Уже От Изнеможения От Голода Падают Нельзя Ни С Какого Дерева Есть Ну Какая Разница Как Умирать От Голода Либо Взять Запретный Плод Съесть Умереть Но Не Так же Там Было Много Прекрасных Деревьев Которые Господь Благословил И Сказал Они Будут Вам В Пищу И Они Сегодня Есть Эти Деревья Если Кто-то Не Понимает Библия Это Духовная Книга То есть Есть Много Прекрасных Вещей Делая Которые Человек Может Быть Счастливым В своей Жизни В общении Со Святыми А эти Деревья Это Праведники Вот Сколько Библия Через Тысячелетия Прошла Как Некоторые Считают Что Библия Это Книга Просто Книга Это Не Просто Книга Это Библиотека Это Собрание Книг Разных Авторов Живших В Разные Века Которые Говорят Все Об одном Дьявол Жон Вор Убийца Он Отец Лжи Он Ослепляет Человека Ой Вот Это Деревья Вот Это Да Тут Смотреть Не Нашел Это Фанат Вот Это Дерево Вот Это Дерево А Это Самое Сладкое Это Самое Вкусное А Бог Ну Надо Ж Вам Вот Это Как Раз Запретил Да Вы Вообще Вы В Курсе Что Вы Будете Как Боги Знающие Добро И Зло Надо Ж Какой Негодяй Этот Бог Как Раз Вот Это Он Вам И Запретил Вот Он Именно На Это Дерево Хочет Обратить Внимание Человека Так Пообещал Что Говорит Будете Как Боги Обокрал Людей В оконцовке Настолько Что Некоторые Согласны Что Они От Обезьяны Произошли Люди Думали Думали И Додумались Вон Оно Оказывается Наши Предки По По Поумнели Стали Интеллигент Как В книгах По Загологии Стали Выпрямляться Вот Еще Бывает Человек Говорит Да Согласен Согласен Правильно Ты Говоришь Ну Я Не Готов Я Не Созрел Я Не Могу Так Сразу Все Бросить Вот Помолись За Меня Ну Хорошо Я Помолюсь Да Причем Искренно Помолюсь Но Вот Я Допустим Некоторые Вещи Не Могу Сделать За Человека Вот Смотрите Допустим Я Не Могу Кушать За Человека Что Будет Если Я Буду Кушать За Человека Что Он Умрет От Голода И Мне Не На Пользу Будет Так Вот Есть Духовном Мире Подобные Параллели Есть Вещи Которые Человек Может Изменить Только Собственным Решением Собственным Устремлением А Люди Играются Знаете Как Вот Еще Есть В Песне Слова Такие Будем Снова Решить Мы И Кая От Сай И Сыграем Рулетку Судьбой Это Значит Что Жизнь Продолжается Значит Вертится Шар Голубой Эх Да Мы Еще Подергаем Короля За бороду Люди Играются Играются Некоторые Знаете Надеются Что Кто-то Вымолит Их Но Я Скажу Что Это Глупость Для Самых Таких Беспечных Легкомысленных Людей Что Там Придут Там Свечку За упокой Поставят И Типа Там Вымолят Нет Смерть Это Это Уже Черта Это Для Легкомысленных Для Таких Беспечных Людей Закидушка Такая Дьявола Приманка Смерть Это Черта За Которой Уже Все Там Вот Там То Что Есть Человек Уже Будет Получать По Плодам Дел Своим И Господь Сегодня Я же Говорю Хоть Стучиться В сердца И Говорит Именно Че Люди Задумайтесь Вот Я вам скажу Что Многие Товарищи С которыми Я Крал Кололся Но Их Уже Нет У Кого То Где Лет 20 15 10 Назад И Что Интересно Никто Не Думал Умирать А Жизнь Она Такая Штука И Интересно Она По Своему Как То Выбирает Ну Хотя Когда Такие Товарищи Как У Меня Да Допустим Но Это Как То Еще Более Закономерно Потому Что Это В основном Накоманы Алкаши И Уголовники А Бывает Человек Живет Ну И Не Скажешь Так А Потом Раз И Нема Раз И Нема То Не Замечен Он Так Что В Таких Явных Там Мерзостях И Вот Где Душа Человека Примирился Ль Он С Бог Не Хочется Никого Страшилками Там Пугать Знаете Ну Наоборот Наоборот Даже Вот Бог Он Наоборот Хочет Лишить Людей Страха Ненужного Страха Страха Смерти Страха Там Еще Какие То Люди Страха Там Потерять Какую-то Там Дешевую Какую-то Прибыль Жалкую Там Или Положение Какое-то В обществе Потерять Люди Там Боятся И Порой Становятся Такими Лицемерами Такими Приспособленцами Но Совершенная Любовь Она Изгоняет Страх Это Я вам Сейчас Свидетельство Расскажу Это Была Моя Последняя Поездка В Донецк Задержали Меня На блок Пастух Кто Такой Откуда Взялся Какое Отношение К ДНР Ну я Не буду Там Все Подробности Рассказывать Я Быстро Буду Рассказывать Туда Туда Сюда Мешок На голову В какой То Дом Завели Там Допрашивали В итоге Сажают Меня В погреб Полтора Метра Чуть Больше Метр Не Не Больше Полтора Метра Метр Чуть Больше Там Ширина И высота Там Где-то Метра Полтора А Это Четыре Года Назад Где-то Плюс Минус Тоже В марте Месяце Было Не Помню Число Но Я Помню Что Холоднее Было Чем Сейчас А Они Меня Еще Раздели Оставили Меня В одной Футболке Хорошо Что Там Какая-то Ветровка Грязная Там Она Меня Чуть Выручала Сижу Сыро Холодно Мрачно Что Делать Давай Думаю Буду Петь Христианские Песни Сижу Пою Когда Услышали Выводят Меня И Что Тык Тык Меня Тык Тык А шо Ты Типа Верующий А в Кого Ты Веришь Да Я Верю В Иисуса Христа Один Из Них А я В Аллах Я Мусульманин Я Ему Отвечаю У Тебя Будет Прекрасная Возможность Убедиться Что Нет Другого Бога Кроме Иисуса Христа А Это Последний Блокпост Может Кто-то Знает Верхне Торецкое Там Короче Половина Поселка Украина Контролирует Половина ДНР Там Мостик Заваленный Пройти Мостик Там Ну С маршрутки Вышел Там Мостик Прошел Этот И там Уже Маршрутка Ходит Ясиноватую Ходила Я думаю Сейчас По-моему Сейчас Ходит Идет Война Это Именно Конкретная Линия Соприкосновения Их Них Товарищи Там Погибают Я ему Отвечаю И сколько Там Таких Которые Оказались Каким-то Образом Подозрительными Без вести Пропавших Утопленных Закопанных Я ему Отвечаю У тебя Будет Прекрасная Возможность Убедиться Что нет Другого Бога Кроме Иисуса Христа Я даже Не знаю Я бы сам Такой ответ Даже не придумал Вот Бог Это только Бог Такое дерзновение Дает Как написано Что Не забудьте Что вам Отвечать Когда поведут Вас там Предначальство Не забудьте Что говорить Или что отвечать Ибо Дух Святой Будет говорить Через вас Что-то Тык Тык Ну не сильно Этот раз Они меня побили Я биты В жизни Видал В своей жизни Сажают Обратно В погреб Когда сижу Дальше Пою Опять Выводят Меня А домик Маленький Однокомнатный Я вылазил Тут в кухню Тут их уже Много Захожу Захожу В комнату У меня Туда Как бы Этот А там Их Еще Больше Один Сидит На кресле Вот эта Маска Балаклава Тут Череп Напечатанный Автомат На воде Дарит На колени Я говорю Нет Подарить Могу Листовочку Он Передергывает Затвор На колени Я говорю Нет Он Подрывается И мне Прикладом Мне В нос Короче Сломал Мне нос Засранец У меня тут Шрамы Только Поставались Ну Я его Там Прям На место Ставил Он у меня Уже Несколько Раз Сломанный Я его Там Прям На место Ставил Но Оно Там Явно Было Вывернуто Еще На четвертый День Сукровица Сочилась Еще Уже Дома Когда Я был Давай Они меня Бить Крутить Пытать Там Уже Я помню Ну Побили Они Крепко Тогда Тоже Помню Вот Это Плашмя На Пузе Лежу Тут Его Нога На Спине Стоит И Руки Выкручивает И Больно Выкрутил И Четко Слышу Слова Не Бойся Это Закончится А Я терплю Когда Оно Закончится Когда Раз Положение Поменялось Крудь Верть Верть Крудь Уже Этот Автомат Куда Он Только Не Приставлял Я Потом Понял Что Там Холостые Были Он Шарахнул У меня Над Духом Только Гильзы Полетели А Дырок Не Было Ни В итоге Он Да Ладно Он Не Боится Давай Его Обратно В Погрин Вот Интересно Люди Да Как Люди Играются Со Смертью Боится Не Боится Как Кошка Знаете Играется Мышу Впоймала Покуда Она Живая Ей Интересно А потом Уже Когда Задушила Мышу И так Толкает Ее Лапой А уже Все Не Интересно Ну Ладно Сижу Обратно В Погребе Истекаю Кровью Там И штаны И трусы Там Насквозь Было Кровью Все Пропитано Когда Слышу Сверху Голос А Шо Ты Говорит Не Поешь Говорит Спой Еще Говорит Ты Красиво Поешь Да Говорю Не Сильно Удобно С поломанным Носом Петь Хотя Я Потом Через Силу Все равно Я Пел Я Там Всю Дорогу Пел Общался С военными С этими Молился Фактически Почти Не Спал Потому Что Сыро Холодно Может Какие-то Минуты Я Там Было Я Там Дремал И Ну С Вот Этим С Которым Подружился Тоже Он Мне Там Истории За Себя Рассказ Он Извинения Просил Из-за Моих Товарищей Прости Если Можешь Они Все равно Не Попросят Прощения Ты Видишь Они Тут Все Ожесточенные Тут Их Товарищи Погибают Но Если Можешь И Их Прости За Себя Тоже Историю Рассказал Как Они Где-то Были На По-моему Во Львове Были Зашли В храм Исповедоваться Хотя Он Сам С Востока Откуда То Говорит Зашли Исповедоваться В храм Служитель Послушал И Говорит Для Таких Как Вы Уже Нет Прощения Не Знаю Что Он Там Ему Рассказывал Может Какие Подробности Ну Ну Мне Он Такое Говорил Что Я Убивал Людей Опять Же Сколько Людей Тоже Он Такое Не Говорил Ну Сколько Может Быть Два Может Быть 52 Я Не Знаю Но Я Так Понял Что Он Был Сам Пекли Он Был Где Было Горячо А Я Ему Отвечаю Слушай Друг А Я Уверен Что Он Тебе Неправду Сказал Вот Бог Он Не Праведников Пришел Призвать Покаяния А Грешников Я Ему Там Тоже За себя Там Много Порассказывал У меня Тут Шрам На Шее Тут От Ножа И Вот Этот Коля Его Уже Нет Ну Я Его Тоже Тогда Ковырнул Несколько Раз Ему Просто Ну Если Б Нож У Меня Был Был Поострее Он Был Не Прыгал Я Несколько Раз В В Бочину Ковырнул Там Кинуть Меня Хотел Ну В Принципе Кинул Потому Что Я Потом Убежал От Него Он Мне Нож Выбил И Я Еще Убежал От Него И Ну Было Много И Вилы Мне Вот Так Вот В Лоб Встревали И От Наркотиков Несколько Раз Меня Откачивали И Много Чего Было Было В Жизни Таких Экстрим Моментов Я Ему Говорю Что Я Даже Ни О Чем Не Жалею Может Быть Бог Меня Сюда И Привел Чтоб Тебе Об Этому Сказать Я Ни О Чем Не Жалею Если Бог Спасет Тебя Через Мое Свидетельство Значит Так Ну Так У Бога Замысел Такой Просто Но В итоге Меня Выпустили На Третий День Почти Два С Половиной Суток Продержали И Что Интересно Дьявол Дьявол Пытался На Колени Поставить А Дьявол Я Скажу Действует Через Людей Так Же Само Как И Бог Действует Через Людей Раньше Через Меня Дьявол Действовал По Моему Невежеству По Моей Глупости Творил Через Меня Черное Вот Дьявол Пытался На Колени Поставить А Его Глупая Голова Стала Ступенькой Чтобы Я Сегодня Здесь Стоял Вот Эти Слова Этого Военного Говорит Спой Еще Ты Красиво Поешь Вот Они Попали В Мое Сердце И Делали Свою Работу Тут Бывает По Электричкам Ходят Бременские Музыканты Но Они Деньги Зарабатывают Брынчат Что-то А Мне Я Чувствую В сердце Господь Конкретно Говорит А Как Слабо Так Встать И Для Господа Спеть И Вот Я В Позапрошлом Году В декабре Я Начал Выезжать То есть Два С лишним Года Господь Как бы Выдавливал Из меня Влепливал Из меня Сосуд Поначалу Я Больше Просто Петь Начал Потом Начал Тренироваться Больше А потом Уже Начал Выезжать Петь Проповедовать Вот У Бога Ничего Случайного Не бывает Все Закономерно И Вот Еще Насчет Страха Если Смерть Страшна Но По логике Человеческой Я Просто Думал Что бы Я Делал Если Такая Ситуация Я Как Раньше Неверующий Но Война Идет Ситуация Наводят Автомат Говорят На колени По логике Надо На колени Думаю Что там У него На уме Искушать Судьбу Или что Но Это Если Смерть Страшна А Если Смерть Это Только Переход И Каким Будет Этот Переход Зависит Вся Вечность Перед Кем На колени Только Перед Богом За Свои Скажут Сколько Людям Добра Не Делай Тебе Все Равно В душу Наплюют Потом Или Славить Бога Это Стыдно Ну Как Я стану Вот Это Буду Бога Славить Кричать Это Как Дурачок Только Что Кстати Один Там Был Такой Решил Ходить Кричать Хватает Таких Которые Вот Ну Это Стыдно Как То Там А Порой Там Ну Нахамить Ближнему Не Стыдно Обокрась Ближнего Не Стыдно Ну Не Знаю Мне Раньше Не Стыдно Было И В основном Страдали Такая Незащищенная Категория Бабушки Там И Не Стыдно Было Получается Вот Как Дьяволу Получилось Подменить Людям Понятие Стыда Понятие Того Что Страшно Делать А Что Не Страшно Совсем Делать И Сегодня Господь Стучится В сердца И Говорит Люди Задумайтесь Задумайтесь Бог Есть Намного Лучшая Жизнь 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 Счастливая И Хотя Трудности Трудности Они У любого Случаются Знаете И Так же Вот Эти Испытания Там Ну Это Один Пример Рассказал Знаете А В Прошлом Году В В Августе Меня Этот В Метро В Харькове Я Пел Там Христианские Песни Полицая Мне Там Грудину Мне Проломали Тоже Мы Тебя Предупреждали Да Что Ты Это То 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 Что То Фыркал Фыркал Ну А Я Стою Как Не Боялся И Бояться Не Собираюсь Он Так Что Ты Улыбаешься Да Я Не Улыбаюсь А Ну А Я Как Боже Смотрю Он Может Ожидал Что Я Буду Труситься Там Перед Ним А Ему Это Как Б Ну Не Нравится И Он Меня Несколько Раз Ударил По Щеке По Шее И В Грудину Раза Два Или Три Я Сильно Он Мне Сломал Грудину Ну И Тем Не Менее Это Не Остановило Меня Ну Я Просто Как Б Переосмыслил Может Быть Там И Не Стоит Потому Что Там Я Только Пел А Проповедовать Там Почти Не Получалось Тут Все Так И Знаете Оно Спеть Это Одно Это Тоже Очень Важно И Полезно Знаете Чтобы Ну Прикоснуться К Сердцам Людей А То Что Сказать Это На Своем Месте Должно Быть И Все Так И Здесь Преимущества Есть Некоторые И Здесь Я Вижу Господь Даже Бывает Наступается За Меня Были Там Тоже Там Пытались Там Руки На Меня Протягивать И Вот Бог Как Это Так Делал Что Кто То Вступался Люди Прям Это Было И Женщина Там Одного Мужика Отстанет И Прям Встала Между Нами Давай Иди Затолкала Его В Вагон Короче Он Меня Вытолкал В Тамбур Еще Там Два Были Тоже Вытолкали Меня В Тамбур Такой Мужик Такой Крупный Дядька Такой Где-то Метр Девяносто Такой Крупный Такой Тоже Так Спокойно Так Выходит С этого С вагона В Тамбуре Тоже И Стал Так И И Стоит На Нас Смотрит Так Многозначительно Они такие Опа На него На меня На него На меня И такие Раз Остановка Они Опа Вышли И все Ищет Да Так что Бог Он не допустит Человеку Быть Искушаем Ему Сверх Силы Бог Знал Знаете Что Ну Вот эти Обстоятельства Которые Случились Со мной То есть Что Я готов К ним Хотя Где-то Оказываюсь Не готов Где-то В каких-то Искушениях Оказываюсь Каким-то Неправильным Но Господь Он не Заинтересован Человека Добить Он наоборот Хочет Поднять Человека Он говорит Подымайся Не валяйся В своей Блевотине Подымайся Люди Валяются Мною Знаете Не хотят Менять Ничего В своей Жизни Так Сильно Держатся За свои Пороки Так Так Прям Сильно Боятся Их Отпустить Ну Не веря Конечно То есть Люди Не верят То Что С Богом Может быть Намного Лучше Но На самом деле С Богом Это классно Я даже Я когда Пришел К Богу Я Пришел Даже Не из-за Того Что Я не Предполагал Что С Богом Может быть Настолько Круто Как Впоследствии Оказалось Я Пришел Потому Что Меня Просто Я Возненавидел Ту Жизнь Свою Прежнюю Так Кому Дать Подарить Листовочку Дать Вам Кому Дать Листовочку Ну Не надо Да Все Счастья Счастья Вам Как Дать Подарить Листовочку Кому Дать Подарить Листовочку Счастья 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 Продолжение следует...